Снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Ну, насколько вы поняли, данное видео будет являться продолжением серии видеороликов, где мы обсуждаем с вами те статьи, ссылки на которые вы мне присылаете. Но прежде чем мы приступим непосредственно к главной теме, я хочу извиниться за то, что энное время никак не мог, скажем так, выкроить время для новых своих видео, для загрузки их на свой канал. Ну что ж, а теперь давайте приступим непосредственно к главной теме. И начнем мы, пожалуй, не со статьи, а с видео. Вот это видео, в котором рассказывается о внеочередном преступлении, которое творит армянство на территории Москвы, Избивая шоферов, вернее, их охрана позволяет себе избивать шоферов буквально на глазах у всех. Ссылку на данную статью я, конечно же, оставлю под видео. Это так. Скажем так, информация к размышлению. Но давайте пойдемте дальше. Дальнейшее видео, наверное, вас удивит, так как я показываю, как вы видите свой недавний прямой эфир. Сейчас вы спросите, в чем же дело? Ну так, я должен для этого ознакомить вас с одним комментарием. Здравствуйте, Камран Мяалим. Это пишет Мария Мария. Эти опыты проводятся надо мной. Я по отцу азербайджанка. И никак не могу вырваться из этого ада. Это просто обыкновенный фашизм. Тогда я задал ей вопрос. То есть вы наполовину азербайджанка, наполовину армянка? Уточняющий вопрос. Она написала «Да». Правда, Натаван Джафарова подумала, что этот вопрос адресуется ей. Нет. Этот вопрос адресовался для уточнения женщине с ником Мария Мария. И она ответила на данный вопрос. Что же мне хочется сказать данной женщине, Марии Марии, под ником Мария Мария? Прежде всего, к сожалению, армянство сделало все, чтобы мы не доверяли таким людям, как вы. К сожалению. Потому что такие как, такие личности, как мага, который был наполовину грузин, наполовину русский, наполовину бог знает кто, и с армянской кровью, приезжая в Баку, он попытался сделать все, чтобы испоганить мнение о нашем городе. Я уж не говорю о многочисленных, тоже, кстати, метисах, наполовину азербайджанцев, наполовину армян, которые, тем не менее, по каким-то причинам выбрали ту сторону, именно армянскую. Выставляя азербайджанцев зверьми. Такие личности были, и мы их прекрасно знаем. Вот таких я называю условными азербайджанцами. Хотя и условными их не назовешь. Но мне очень хотелось бы, чтобы кто-нибудь из наших проверил данную информацию. И хотелось бы поверить, что Мария-Мария действительно от души говорит данные слова. Чтобы ей помогли, может быть, выехать, я не знаю. Если, конечно, данная информация подтвердится, и если она сможет высказать все то, что над ней делали на территории Армении. Насколько я понял, она сейчас находится в Армении. Очень бы хотелось бы в это верить. Я не знаю, я не могу гарантировать, что кто-то поможет. Да, и верить крайне тяжело. Скажу честно. Я уже объяснил, почему крайне тяжело верить таким, как Мария-Мария. Хотя понятно, что такие жертвы тоже имеют место быть. Но давайте пойдемте дальше. И сейчас уже переходим к статьям. Алиев и Пашинян должны объединиться в борьбе с коронавирусом. Сейчас обновим, потому что не открылась фотография человека, который напечатал данную статью. Это Станислав Тарасов. Кто же такой Станислав Тарасов? Станислав Тарасов является одним из представителей армянского лоббизма. Что же он здесь пишет? Как всегда, он низко кланяется армянству за их предложение, которое они сделали. Что в связи, мол, с пандемией коронавируса стоит наконец-то до конца закрепить, хотя бы на время данной пандемии, подписанную бумагу о прекращении огня. Ну что хочется сказать? Кстати, в дальнейшем я покажу статью, которая вышла на азербайджанском информационном портале, и там подтверждают те слова, которые я скажу сейчас. Прежде всего, а почему Станислав Тарасов не говорит о том, сколько раз Азербайджан предлагал всевозможные мирные варианты решения данного конфликта? Почему Станислав Тарасов не говорит о миллионе беженцев из этого же самого Карабаха? Почему Станислав Тарасов не заявляет ничего о том, чьи земли находятся под оккупацией? И таких вопросов громадное количество. Кроме этого, почему, несмотря на данное предложение, тем не менее, власти Армении решили провести так называемые выборы на оккупированных территориях Азербайджана, в Карабахе? Разве это не провокация? Может быть, именно в связи с этой провокацией они и сделали заявление о том, что предлагают, скажем так, прекратить временно взаимные обстрелы? Именно в связи с выборами, может быть? Такой у меня вопрос к данному представителю армянства. Армянского лоббизма, прошу прощения, пока он еще не стал представителем армянства. Дальше, пожалуй, я говорить не буду, я просто вам покажу данную статью, она достаточно обширная. Плюс в данной статье, конечно же, ничего не пишется о том, сколько биолабораторий находится на территории Армении. Тоже интересно знать почему. Почему? Почему-то данный автор ничего не говорит о том, кому выгодно вот эта мирная, так называемая, платформа между Азербайджаном и Арменией в связи с данной пандемией. Разве Азербайджан от этого выиграет? От этого выиграет Армения. Не так ли? Потому что именно в Армении эннократно уже превышает количество заболевших, чем в Азербайджане и в Грузии вместе взятых. Кстати, а с чем связана такая громадная пандемия? Об этом тоже почему-то Станислав Тарасов умалчивает. Переходим к следующей статье, которая, в общем-то, является продолжением данной. Друзья армян, Москва признает итоги незаконных выборов в Карабахе. Интересно, с каких это пор Москва признает Карабах вообще, как республику? Я уж не говорю про признание Москвой так называемого Арцаха. С каких это пор? Во всяком случае, я такого не помню. Даже Лавров, несмотря на свои армянские корни, ни разу не говорил о признании так называемого Нагорно-Карабахской республики. Так, при чем же здесь данные слова? Спросят меня зрители. В данной статье эти слова в данной статье описываются, кто именно их скажем так, кто данную мысль озвучил. Для того, чтобы нам узнать, что это за личность озвучившая данное выступление, данную мысль, мы должны опуститься вниз. и вот одну секунду сейчас, чтобы чтобы не быть голословными, вот это выражение, вот цитата Москва склонна работать и уважать любого победителя на предстоящих выборах. Меня интересует, опять я повторюсь, руданный вопрос к Станиславу Тарасову, потому что здесь цитата именно из его так называемых мыслей. С каких это пор какой-либо даже город России признал так называемую республику Карабах? Интересно. Интересно, дорогие друзья. Но давайте пойдемте дальше. Следующая статья также связана с выступлениями, по-своему, связана с выступлениями Станислава Тарасова. Политолог. Пашинян признает, что именно Армения оккупировала Карабах. Нет, напрямую данная статья не имеет связи со статьей Станислава Тарасова, но есть определенные нотки, касающиеся выборов. О чем же здесь говорится? И как это выборы в Карабахе, Пашинян, связаны между собой, и почему здесь говорится о том, что эти выборы и действия Пашиняна в отношении данных выборов характеризуются его своеобразным, хоть и завуалированным признанием касательно того, что Армения является оккупантом Карабахских земель. Но давайте прочтем данный момент. В этот самый момент Пашинян регулярно говорит, что в вопросе карабахского урегулирования он не может решать за Армян Карабаха. Вроде бы правильно. Но почему-то объявлять о выборах в Карабахе, их контролировать и посылать туда наблюдателей он может. Тем самым Пашинян снова признает, что именно Армения оккупировала Карабах. В общем-то правильно. Тем более учитывая то, что многие карабахцы имеют паспорта Республики Армения. Так как же он не может решать за них, если они, скажем так, официально не являются практически, скажем так, гражданами Карабаха, а являются гражданами Армении по паспорту. Не так ли? Нету карабахских паспортов. Есть армянские, по которым они часто и выезжают за пределы, скажем так, наших мест, нашего региона. В данной статье также разрушается еще один миф. Когда Пашинян с пеной у рта утверждает, заявляет о том, что он очень печется о карабахцах, то вот это наплевательское отношение к пандемии, которая сейчас растеклась по всей Армении, да, скорее всего, и по всему Карабаху, хотя это и скрывается, а скрывать крайне легко, учитывая, что паспорта у граждан так называемого, в кавычках, Карабаха и у так называемой Армении идентичны. Легко скрывать, не так ли? Но давайте прочтемте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что так называемые президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе пройдут, как и было запланировано, 31 марта. По словам Пашиняна, в Карабахе не было зафиксировано ни одного случая коронавируса, поэтому было принято решение о проведении избирательного процесса. Стоит сказать, что относительно наличия на оккупированных территориях Азербайджана коронавируса инфекции есть и другие, да, информация. Меня интересует, а как же Карабах смог избежать данной инфекции, если у Карабаха есть граница с Ираном, который уж точно, можно сказать, погрузился с головой в эту обширнейшую, ужаснейшую болезнь, распространяемую в геометрической прогрессии по всему миру? Так как же Карабах избежал этого? Или он не избежал? Просто от населения скрывается количество заболевших. И меня интересует, как вы считаете, во сколько раз увеличится количество заболевших после так называемых выборов? Знаете, что я вспоминаю в связи с данными заявлениями? Свой, ее предыдущее видео, где я говорил о копье судьбы. Да, Армении, я там говорил о том, что Армения собирается провести шествие через всю Армению, по всем регионам Армении с копьем судьбы. И якобы этим самым Армении удастся приостановить данную пандемию. Любой маломальский, ознакомленный с медициной человек, поймет, что это ересь. Что наоборот, число заболевших возрастет эннократно. Зачем же это делается? Вопрос интересный. То есть, тихой сапой ведется геноцид, который, впрочем, и не прекращался со стороны власти Армении над собственным же народом. Страшно, дорогие друзья, но факты – упрямая вещь, крайне упрямая. И факты невозможно оспорить. Переходим к следующей статье. Армянские партизаны Фидаи, кто они и зачем воевали против турок. Тоже крайне интересная статья. Разумеется, здесь их выставляют как героев. При этом забывая, забывая крайне важные аспекты. Здесь говорится, что Фидаи боролись с турками за, ну, грубо говоря, заступали за армянский народ на территории Османской империи. Меня интересует, а что же грозило армянам на территории Турции, Османской империи? До 1915 года. Шестеро пашей Османской империи имели отношение к армянскому народу. Свыше 20 министров Османской империи имели отношение к армянскому народу. Я уж не говорю про деловые круги Турции. Так что же грозило армянскому народу? На мой взгляд, фидаи были, и не только, на мой взгляд, фидаи прикрывались заступничеством за армянский народ. А основной целью, и здесь, кстати, это не скрывается, было в начале создания автономии, армянской автономии на территории Османской империи, и со временем отделение данной территории от Османской империи. А вот это правда. Кроме этого, здесь ничего не говорится о том, а что же такое фидаи, и где они вначале возникли. Возникли они в Иране. Европейцы называли их ассасины. Ассасины переводилось как курители гашиша. Наркоманы, современным языком, которые занимались заказными убийствами, не щадили ни женщин, ни детей, а также не щадили себя самих. Об этом, опять-таки, ничего не сказано. Это так, к общей информации, для тех, кто выставил эту ересь. Но мы идемте дальше. Переходим к следующей статье. Сергей Лавров. Личная жизнь и настоящая фамилия министра. Что же хочется сказать в отношении Сергея Лаврова? Да, его настоящий отец был, имел прямое отношение к армянскому народу, а мать была наполовину армянка, наполовину еврейка. Его отец был простым русским мужиком, как здесь пишется. Обратите внимание, с каким неуважением к русским. То есть, в общем-то, если так говорить, Лавров является своеобразной жертвой тоже армянства, так как родного отца он никогда не знал. То есть, он бросил свою жену с ребенком в раннем возрасте, в крайне раннем возрасте. И простой русский мужик, как здесь пишется, воспитал Лаврова, как своего сына. Так что, когда армянство старается гордиться Лавровым, стоит задуматься, а стоит ли гордиться тем, что сделал представитель вашего же армянства с данной личностью? И стоит ли Лаврову так защищать армянство? И есть еще один вопрос, который я уже задавал, и задавал не единожды, но задам еще раз. Это уже к россиянам. Скажите мне, в каких отношениях находится Россия и США? Неужели в дружеских, если министр иностранных дел России свою дочку вывез в Соединенные Штаты Америки, и она является гражданкой Соединенных Штатов Америки? Если его внуки являются гражданами США, ведь согласитесь, это крайне выходит слабое место для министра иностранных дел России. Тем более, учитывая то, с какой легкостью на территории США, так же, как и на территории Европы, у семей отбирают детей. То есть, не проблема, если что, нажать на Лаврова через его внуков. По-моему, я прав. В связи с этим, опять-таки, вопрос, как же его могут оставлять на данном посту в момент, когда отношения России и Америки напряжены до предела? Вопрос, на мой взгляд, крайне важный. Переходим к следующей статье. Прошу прощения за то, что она грузится. Нет, вот она. Ну что ж, пожалуй, приступим. Название статьи. Шуши, птица, феник, Карабаха. Ну, армянство называет наши земли, данные нашей земли Арцахом. Хотя, даже данное название, я имею в виду, Арцах, никакого отношения к армянству не имеет. Достаточно вспомнить, то, какая кафедра, какая одна из двух кафедр возникла после уничтожения Удинского католика Сата. Она называлась Арцах. Она называлась Арцахская кафедра. То есть, Карабах, или как армяне называют Арцах, никакого отношения к армянству не имеет. Он имеет отношение к Удинам. Он мог быть захвачен армянством во времена Тиграна Великого, который тоже не являлся представителем армянства. Я не буду сейчас углубляться в исторические дебри касательно Тиграна Великого, хотя он и являлся парфянином. Что же касается самой Шуши, здесь я хочу обратиться ко всем своим зрителям, для того, чтобы вы поделились более обширной информацией в отношении данного города. Потому что, если говорить о данном городе, то о нем надо говорить полностью, либо не говорить вообще. Такое мое мнение. Да, для того, чтобы еще остановить армянство в отношении каких-либо претензий к Карабаху, а разумеется и к Шуше, я хочу задать несколько вопросов, которые уже неоднократно задавали азербайджанские блогеры и журналисты. И не только азербайджанские. Откуда армянство появилось на территории Карабаха? И почему они стали большинством? Разве данный Арсен Мелик Шахназаров не знает причину? Со времен Петра Первого, сколько раз армянство завозили на территорию Карабаха и на территорию нынешней Армении? Из Ирана, из Сирии и из Османской империи. В основном из Ирана и Османской империи. Сколько раз проводилось данное действие? Вопрос, в общем-то, простой, но армянство не любит отвечать на данные вопросы. И сколько раз при этом азербайджанцев вырезали на этих землях? Это же армянство. Зачастую прикрываясь некими своими связями, а либо с царским Кремлем, либо с большевистским Кремлем. Как-то так, дорогие друзья. И еще раз я обращаюсь ко всем своим зрителям. У кого есть более обширная информация в отношении Шуши, пожалуйста, пришлите мне на почту. Ну что ж, а мы переходим к следующей статье. Так, что же это за статья? Почему армяне помогли крестоносцам? Знаете, что интересно? Армянство очень часто любит говорить о том своем союзе с русскими, с православными, с греками. Также не только с русскими, но и с греками. Забывая, как они вместе с крестоносцами, в общем-то, уничтожали православный мир. Содействовали этому. Неоднократно предавая Византию. Неоднократно, я подчеркиваю. И этому есть многочисленные факты, о которых не стоит сейчас говорить, потому что я просто отвечаю на данную статью. Что же еще хочется сказать? Ну, прежде всего, данную статью, на мой взгляд, должны прочитать грузины, греки и русские, чтобы понять всю двуличие не армянского народа, а именно армянства. Какие братские оды они поют в отношении того, что и они, и ваши народы являются христианами, при этом забывая вам напомнить о том, как это же армянство помогало крестоносцам уничтожать православные святыни. Да, дорогие друзья, здесь крайне важно также прочитать и комментарии, которые написали, оставили люди. Потому что очень интересная информация зачастую кроется именно в комментариях. Пожалуйста, прочтите комментарии, и вы узнаете очень много нового. Я же сейчас не буду вам зачитывать эти места, просто покажу, насколько обширно было данное обсуждение. Вы видите, какие шли споры и дебаты. Но один факт только я зачту. и спасибо Тельману Таймурову за то, что он этот момент выявил, что армянство помогло захватить Антиохию, убивая и христиан, и мусульман, и иудеев, всех, кто был в данном в данном месте, в данной местности. Ну, а мы, пожалуй, перейдемте к следующему видео. Это уже видео. Да, да, дорогие друзья, вы уже узнали эту личность, в кавычках личность, это Лев Валян, где он заявляет о том, что Ильхама Алиева стоит осудить. Я не буду сейчас вам говорить, за что он собирался осудить Ильхама Алиева. Я хочу поговорить о другом. Потому что отвечать на эту ересь это не уважать самого себя. Я хочу ответить немножечко по-другому. А что же надо было делать тогда с Кочаряном и Сержем в момент, когда они вместе своими бандами убивали представителей советской армии? Что надо было делать с представителями армянства, которые подрывали устои Советского Союза, выступая за отделение Карабаха от Азербайджана? Потому что опять-таки в Конституции Советского Союза говорилось о возможности отделения, но не автономии, а именно республик. И то это было крайне тяжелое дело, чтобы отделиться, чтобы отойти, чтобы выйти из Советского Союза. и никак не, оно, скажем так, и ничего там не говорилось о том, чтобы это осуществлялось с помощью бандформирований. Уж точно. Как-то так. Это краткий ответ данному Валяну. Я уж не буду говорить о последующих, скажем так, так называемых властях уже Карабаха. И переходим к последней статье. Вот эта статья. «Вклад армян в Россию, о котором русские хотят забыть, ведь мы хачи». Интересно, когда эта Россия каким-либо образом скажем так, зажимала армянство. Напомните мне, пожалуйста, дорогие представители армянства. Может быть, в то время, когда Микоян практически правил Россией, или же может быть в тот момент, когда Баграмян совершил ужаснейшее преступление в отношении Харьковской операции, ему это было прощено и даже больше он продолжил карьеру. Может быть, армянство зажимали, или вот это зажатие армянства связано с тем, что МИД России практически находится под представителями армянства, а до недавнего времени под армянством находилась и прокуратура России, а по сей момент находится МВД России, так или иначе тесно связано с армянством. Это не секрет, это пишут многочисленные российские журналисты и даже само армянство не скрывает это. Так в чем же неблагодарность России? Интересно. Интересно, дорогие друзья, говоря о многочисленных благотворных деяниях армянства в сторону России, армянство при этом забывает о негативных моментах. Тоже интересно. О многочисленных так называемых большевистских комиссаров, которые убивали русскую интеллигенцию. Не так ли? При этом я не буду сейчас говорить о личностях, которые окружали скажем так, которые курировали, назовем так, сталинские расстрелы. Таких личностей можно назвать десяток. Кто окружал Берию, кто осуществлял грязные делишки Берии, разве не представители армянства? Вопросы интересные. Кроме этого, оказывается, армянство еще в первом веке до нашей эры, то есть задолго до русских, скажем так, проживали на территории юга России и в Крыму. То есть вот это то самое, то, о чем мы часто говорим, претензии армянства на российские земли. Здесь тихо сапой об этом написано. Давайте прочтем этот момент. Первые армяне на территории современной России появились еще в первом веке до нашей эры, юг РФ и Крым. И связано это было с экспансией царя великой Армении Тиграна Второго Великого. Смешно. Смешно. То есть выходит на этих землях до армян никто не жил. На столь благодатной почве никто не жил, армяне были первыми. Дальше автор утверждает о том, что армянство никогда не выступали против интересов России, а многочисленные попытки армянства участвовать в натовских учениях не являются опять-таки антироссийской направляющей. Не является ли антироссийской направляющей самое большое американское посольство на территории Армении? Не является ли антироссийской направляющей биолаборатории американские, которые находятся под контролем Пентагона на территории Армении? И данный список я мог бы продолжать до бесконечности. Но об этом опять-таки тишина. Кроме этого, многочисленные преступления, совершаемые армянством, я не говорю про армянский народ, на юге России, разве все это не стоит учитывать? Интересно. В дальнейшем, что крайне вызвало во мне бурю эмоций, а точнее сказать смеха, данный автор говорит о том, что в общем-то ИСу-34 и МИГи обязаны своему существованию армянству. Но подождите, разве главными конструкторами данных самолетов были только представители армянства? и почему в связи с этим никто не говорит о том, кто спас российский атомный подводный флот? Это был не представитель армянства, а ведь именно подводный флот и является основной силой, которую Россия сдерживает Соединенные Штаты Америки. Не так ли? Кто спас заводы, на которых сейчас производят С-300 и С-400 ПВО России, которые сейчас в общем-то и закрывают небо России от возможных нападок. Но что вызвало во мне смех, именно смех, уже в прямом смысле смех, это следующее заявление, давайте прочтемте, и я вам объясню, в чем заключается вот эта моя реакция. В 1992 году сразу после распада СССР Россия оказалась в тяжелом экономическом положении. Подождите, а все остальные государства не оказались в тяжелом? Включая, кстати, Армению тоже. Существование российской военной базы в Армении оказалось под угрозой. Интересно знать почему. Однако в 90-е годы вплоть до 1997 года Армения несмотря на тяжелый экономический кризис и войну в Карабахе с Азербайджаном за счет бюджета РА финансировала российскую базу. А давайте представим себе другую картинку. Во-первых, обратите внимание, она финансировала до 1997 года. Вы не скажете почему? Может быть, потому что в 1994 году только была приостановлена так называемая Первая война, в общем-то она не была остановлена. Был подписан договор о прекращении огня. Может быть, в связи с этим армянство продолжало выплачивать финансы в отношении поддержания 102-й базы, которая единственная являлась, можно сказать, открытой заступницей Армении от Азербайджана. Но, допустим, теперь представим такую картинку. Армения отказалась бы поддерживать в боевом боевую способность данной базы и перестала бы выделять финансы. Тогда Россия бы убрала ее с территории Армении. Чем бы это грозило бы Армении, на мой взгляд, ответ на этот вопрос крайне прост. Армения перестала бы существовать. тем более в те годы. Сейчас понятно, что хотим мы или нет, но территорию Армении признает ООН. Но ООН не признает Карабах. Это другой вопрос. Но в те годы, когда шла такая война, никто не смотрел на признание или не признание ООН Армении. война бы шла до конца, если бы не 102-я база. Поэтому крайне смешно, когда армянство говорит о оказании помощи 102-й базе, как о своем, скажем так, положительном воздействии в сторону России. Но не делали бы. Армянство выставило себя в крайне смешной виде в данном заявлении. Согласитесь, дорогие мои зрители. Ну, а я на этом заканчиваю данное свое видео. Сегодня я постараюсь записать еще одно видео и закончить хотя бы с теми статьями, которые вы мне уже успели прислать. Всем до свидания, всем пока, всегда ваш, Сеидов Камран. Не забудьте делиться ссылками на мои видео, подписываться на мой канал, проверять подписку те, кто уже подписались, нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о моих новых видео, приглашать друзей и знакомых. Всем успехов и мирного неба. И не болейте. До свидания. Субтитры